Чистят или нет? Таким вопросом задались сегодня многие челнинские водители. А ведь сильные снегопады еще впереди. Тем не менее, уже сейчас ситуация на проезжей части оставляет желать лучшего. И как следствие, несколько десятков аварий на улицах города. Почему так неуютно и опасно стало на дорогах? Ответ искал наш корреспондент Артем Смолькин. Эта авария произошла на Московском проспекте, напротив дома 62-17. Две иномарки Hyundai Getz нашли друг друга и столкнулись. Представитель корейского автопрома серебристого цвета выезжал с местной дороги на проспект. Сидевшая за рулем девушка, которая отказалась говорить на камеру, но рассказавшая нам, как все было, пыталась затормозить. Но из-за снега и льда ей это не удалось. Второй участник ДТП тоже не смог предотвратить удар. Если летом, то в принципе возможно. Зимой вряд ли. За эту зиму я еще ни одной машины не видел. Чистящей. Коммунальной. Второстепенные дороги не чищены вообще. Тем более Московский проспект это не второстепенная дорога. Это один из центральных проспектов. Она в таком ужасном состоянии. Через час еще одно сезонное ДТП произошло на местной дороге у дома 5408. Водитель Chevrolet Lano заезжал с проспекта Хасана Туфана. Машину занесло и кинуло в припаркованный тут Ниссан Ларго. Кто виноват? Кто-то не чистит дороги. Правительство наше. Наши депутаты, которые говорят, что чистят дороги, а в итоге вот такая фигня. Снег только выпал, но надо же чистить это все. Следить за этим. Столько техники рекламируют. И ничего этого нет. Но жалуются на это не только попавшие в аварию. Водители боятся представить, что будет, когда начнутся настоящие метели с обильными снегопадами. На местных проездах уже настоящая колея. Декабрь только, а дороги такие ужасные уже. А что дальше нас ждет, я даже боюсь. Я вот этот, ну, по утрам в садик мы ездим с детьми. Ну, тяжело. Дороги у нас, можно сказать, не чистятся. Зачастую этому процессу мешают и сами водители. Некоторые автолюбители оставляют своих железных коней на улицах и проспектах города. Затрудняя при этом уборку дорог. Неудивительно, что в подобных случаях сугробы вырастают прямо на проезжей части. С этим пытаются бороться сотрудники ГИБДД. Ежедневно с 8 вечера и до утра проводятся рейды. За неделю было выявлено почти 100 нарушений парковки. Более половины машин были эвакуированы. Причем инспекторы подчеркивают, что забрать могут как транспортное средство, стоящее под запрещающим знаком, так и остальные, если они создают помехи для движения и уборки дорог. Самая сложная ситуация у нас на сегодняшний день на местных дорогах, где большое количество скоплений транспортных средств и крупногабаритная техника ПАДА просто не может зайти на эти местные дороги и полноценно их очистить. Решить этот вопрос, эту ситуацию могут только сами водители. В диспетчерской предприятии автодорог сообщили, что этой ночью они выводили более 40 машин. Днем их число выросло до 63. Городские власти в последнее время все репортуют о закупках и планах еще нарастить парк дорожников. Однако какой в этом смысл, если и сейчас не используется больше половины уже имеющейся техники, о готовности которой к зиме отчитывались коммунальщики на старте сезона. Артем Смолькин, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.